Эй, Фриц, твой товарищ уже устал, теперь ты заглядывай, выкликнула Ленка из бани. Да уж, не такого досуга ожидали немцы. Из-за стремительного броска немцев в 41-м году большое количество территории Советского Союза оказалось в руках врага. Местные жители оказались беззащитными перед страшными немцами и не знали, что им делать новой для них ситуации. При этом там же были тысячи красноармейцев, которые попытались выбраться к своим и пересечь линию фронта, не зная, что там очень далеко на востоке. Один из таких отрядов оказался отрезан на своей части и двигался на восток, пытаясь выйти к своим. Их было семер, но не все они, конечно, добрались, но об этом мы сейчас расскажем чуть позже. Огрызок их отделения не был готов к дальнейшему маршу, и у солдат быстро кончались сухие поики. Им пришлось перейти на подножные корма, благо стояло лето и можно было найти пропитание в полях. В какой-то момент четверо из отряда тихо ушли ночью, так как были местными и, видимо, не стремились вернуться в действующую армию. Их судьба осталась неизвестной, но оставшиеся солдаты не потеряли решимости снова уступить в бой с фашистами, которые пришли на их родную землю. Проблема еще состояла в том, что было непонятно, кто теперь фраг, а кто остался верен в своей стране. Солдатам приходилось обходить населенные пункты и тщательно прятаться, чтобы не попасться на глаз немцам и простым людям. Однако, когда с едой стало совсем плохо, они решились выйти к местам за продуктами, и им повезло. Красноармейцы наткнулись на маленький хутор, состоявший всего из трех дворов. Без мужчин никого не было видно, и только одинокая молодая девушка работала в эгрозе. Выйдя на окраину хутора, красноармейцы окликнули хуторянку и пошли к ней. Девушка уже понимала, что обычная жизнь закончилась и с большим подозрением поднеслась к чужакам, однако, поняв, что это свои, успокоилась. Военные попросили хуторянку дать им много продуктов, чтобы они могли продолжить свой путь дальше на восток. Девушка согласилась, и пока та ушла в дом, чтобы собрать еду, солдаты решили прятаться. И, как оказалось, поступили они верно, так как спустя несколько минут послышался звук двигателя, и по дороге прикатил мотоцикл с двумя немцами. Германцы явно чувствовали себя хозяевами положения. Ловко наловили кур, набрали овощей, а когда девушка, которую, кстати, звали Еленой, вышла к ним, то потребовали молоко. Когда хуторянка вынесла свежего молока, то один из немцев начал к ней приставать. Ленка попробовала что-то сказать и оттолкнул германца, но что могла сделать рубка одинокая девушка против двух вооруженных человек? Когда красноармейцы заметили немцев, то быстро перебрались через огород и спрятались в бане. Всю ситуацию с девушкой Леной они наблюдали через окошко. В какой-то момент приставания фашистов стали более активными, и Ленка попыталась убежать. В ужасе девушка забежала в баню. На это фрицы засмеялись, и один из них пошел своей жертвой. Однако внутри врага ждал неприятный сюрприз, который тот сначала не заметил. Красноармейцы спрятались так, чтобы их не было видно, и когда тот дошел, один из солдат ударил ножом в подставленную спину. Проблема была у второго немца, который остался ждать снаружи. Тогда бойцы попросили Елену заманить фрица в баню. Испуганная девушка согласилась и вышла на улицу. «Эй, солдатик, твой друг уже устал, теперь ты заходи». И таким образом поманила германца за собой. Когда второй Ганс оказался внутри, его постигла та же участь. Что и первого, чтобы спрятать следы, солдаты укатили мотоцикл с телами немцев к реке и утопили его. После чего отправились дальше на восток, чтобы продолжить свою войну. Вот такая необычная история. Ставьте лайк, чтобы о подвигах красноармейских солдат знало как можно больше людей. Давайте сохраним память о героях Великой Отечественной. Также не забудьте подписаться на канал, впереди еще много интересного.